Служение Дерека Принца. Как я начал свое служение в Израиле. Часть вторая. Бог провел меня через такую школу духа. В Судане я оказался в маленьком военном госпитале, в пустынной и неприветливой местности. Кроме того, я был окружен суданцами, все вокруг говорили на арабском языке и исповедовали ислам. Но Бог дал мне сверхъестественную любовь к этим людям. Вообще, любить их было нелегко. В их жизни и культуре меня мало что привлекало. Благодаря этой любви и Божьей благодати я привел Господу человека из племени Хадандова. Он стал первым в своей общине, кто когда-либо исповедовал веру во Христа. Но Бог не поставил меня служить конкретно этим людям. Его целью было подготовить меня к служению евреям. Как хорошо мы не относились бы к евреям. Нам всем очень важно понимать, что Бог любит все народы и всех людей. Прошу прощения, если кому-то это покажется слишком категоричным, но я уверен, что еврей получает рождение свыше тогда, когда начинает любить другие народы. Итак, прошло три года. После этого меня перевели на базу в Палестине. Там я жил в крошечном больничном корпусе в маленькой деревушке, которая сейчас уже является частью Хайфы. Она находится на севере. Хайфы. В Судане один верующий сказал, что если я хочу получить благословение, то должен отправиться в детский дом в Ромале. Это была небольшая христианская деревня, хотя и не евангельская. Ее делами занималась сестра из Дании. Он сказал, что именно там я и могу получить благословение. За это время сотни солдат из Великобритании, США, Австралии и Новой Зеландии посетили этот детский дом. Управляющая, которую звали Лидия Кристенсен, жила на небольшом доме вместе с восемью девочками, у которых не было отца. Когда приходили солдаты, Лидия просила этих девочек помолиться за них. Во время молитвы Божие присутствие становилось таким явным. Я подумал, что после трех лет в пустыне, мне необходимо развеяться. Так я отправился в Ромалу. Меня поразили мир и покой в этом месте. Знаете, на войне каждый день очень тяжелый, даже если нет сражений. Казалось, что внутри дома и снаружи два совершенно разных мира. И нужно сказать, что ситуация вокруг была неспокойная. По возвращении из этой деревни мне поручили подготовить отряд солдат, ответственных за запасы медикаментов. Это была несложная работа. Я ходил по складу, молился про себя и прославлял Бога. Я почти всегда говорил на языках, и однажды вдруг осознал, что мне не обязательно всегда знать, о чем я молюсь. Господь показал мне, что это мой выбор, использовать дар толкования или нет. В моей жизни был период, когда я толковал абсолютно все, что говорил на языках. В один из таких дней Дух Святой сошел на меня, и я стал провозглашать очень мощное слово. Толкование было коротким, но я знал, что это Божье Слово для меня. В те дни Бог говорил ко мне на английском времен короля Иакова. Знаете, на самом деле это высшая форма языка, и очень жаль, что она пришла в упадок. В плане грамматики в ней есть свои преимущества. Я помню каждое слово. Бог сказал мне, «Я призвал тебя учиться Божьему Слову в истине, вере и любви», которые доступны многим через Иисуса Христа. Итак, я по-прежнему был в звании младшего сержанта. В то время еще не изобрели никакие электронные средства связи. С тех пор прошло 49 лет, и Бог исполнил свое слово. «Не хочу хвастаться», но это правда, что я постоянно проповедую для миллионов людей каждый день. Мои радиопрограммы переведены на 10 языков. Это 5 диалектов китайского языка. Русский, испанский, арабский, монгольский и танганский. А вот уже порядка 8 лет моя программа выходит на разных языках. Например, в Китае и России. Я не преувеличиваю. Миллионы людей каждый день слушают эту программу. Я рассказываю об этом как о примере Божьей верности. Я тогда даже представить не мог, насколько Бог благословит и расширит мое служение. Возвращаясь к моменту, когда я молился и почувствовал, что на меня сошел Святой Дух. Я решил, что должен молиться за управляющую детского дома. Я видел, что она очень устала и некому помочь ей в работе. Она должна была обеспечивать детей, но очевидно, что денег не хватало, поэтому я стал молиться за нее. Когда я молился на языках, Бог дал мне толкование. Это было поразительно. Господь сказал, «Я соединил вас, чтобы вы несли одно бремя. Я дал вам послание благословения и наделил ваши руки силой». Я был озадачен. Наверное, Бог хочет, чтобы мы вместе работали. Я был холостяком, да и в детстве тоже был единственным ребенком в семье, поэтому женщины были для меня тайной за семью печатями. Я не понимал, как может Бог отправить меня в дом к незамужней женщине с восемью девочками. Однако иногда я могу быть смелым. Итак, в Рамале я сказал Лидии, «Я думаю, Бог хочет, чтобы мы работали с вами вместе». Она ответила, как всегда, в своем стиле. Тогда Богу придется работать с двух сторон. Так или иначе, мы стали чаще видеться, потому что по службе меня перевели в Иерусалим. Так и закончилась моя служба в армии. Кто из вас знает Масличную гору в Иерусалиме? Так вот, там находится лютеранская больница имени Августа Виктории. Меня прикрепили к ней, потому что в то время она служила военным госпиталем. Именно там я закончил службу, и меня демобилизовали. Я часто думаю о Божьей верности. Я никак не мог контролировать свою судьбу. Но я оказался именно там, где Бог хотел меня видеть. В итоге мы с Лидией поженились, потому что любили друг друга. И у нас была полная гармония во взглядах на Израиль и предназначение еврейского народа. Интересно, что датчане всегда очень позитивно относились к Израилю. Вот такая вот особенность есть у этого народа. Так что же было дальше? Сейчас я вам расскажу. Моя жена делает мне знаки рукой, что я должен показать вам эту книгу. Думаю, большинству из вас знакома моя книга, которая называется «Назначение назначение в Иерусалим». В ней рассказывается о том, как Лидия взяла на воспитание умирающего еврейского младенца. С этого и начался детский дом. Очень рекомендую эту книгу. Я не встречал еще человека, которого она не затронула бы. Из сотни евреев, прочитавших ее, ни один не сказал, что его религиозные чувства задеты. Несмотря на то, что в ней есть прямое свидетельство об Иисусе, напротив, она многих заставила задуматься. Но вернусь сейчас к моей истории. Так, где я остановился? Итак, я говорил о нашей следе свадьбе. В нашей семье было 8 девочек в возрасте от 3 до 16 лет. Шесть из них наши еврейские дочери, а также одна арабская и одна английская. Я хочу, чтобы вы поняли, если Бог начал что-то делать, то обязательно будет результат. И с другой стороны, все, что имеет результат, было начато Богом. Многие вещи я делал сам от себя, и они не работали, но я сейчас говорю о том, что Бог совершил сегодня вечером. Семья, в которой теперь я наследник, потому что Лидия отошла Господу в 75-м году, состоит из более чем 120 человек. Они разбросаны по всему миру и живут в Англии, Канаде, Соединенных Штатах Америки и даже в Австралии. У меня около 35 внуков, 45 правнуков и один праправнук. Все они большая дружная семья. Их отношения более близкие и теплые, чем между многими другими родственниками по крови. Это проявление независимой Божьей благодати. То, что Лидия привила этим девочкам такое понятие семьи, говорит прежде всего о ее характере. Иногда люди называют их сиротами, на что они обижаются и говорят, мы не сироты, у нас есть мать. В конце концов, и отец у нас тоже есть. Хочу рассказать вам об одной еврейской девочке по имени Рахама. Правда, сейчас она сменила имя. Она выглядела как типичная еврейка, темноволосая, смуглая, а другая наша девочка из Англии была блондинкой с голубыми глазами. Один араб в деревне спросил у Рахамы, почему они с сестрой так не похожи. Она не растерялась и сказала, «У меня папа темный, а мама светлая». Ну что ж, продолжим. В то время отношения между евреями и арабами накалялись день ото дня. Мы уже не могли безопасно жить в арабской деревне. Во время Второй мировой войны многие арабы очень хорошо относились к еврейским девочкам, но отнюдь не все. Были и те, которые могли причинить им вред. Поэтому мы перебрались в Иерусалим и обосновались там в одном из домов. Сейчас это 90-й дом на Хаброн Роуд. Вы можете посмотреть на него, если будет желание. А потом наступило 29 ноября 1947 года. Вы ведь помните, что тогда произошло, не так ли? В Иерусалиме даже есть улица 29 ноября. Организация Объединенных Наций проголосовала за то, чтобы разделить Палестину и дать евреям возможность создать свое государство. Но после этого евреи и арабы перестали доверять друг другу. Раньше они хорошо уживались вместе. В Иерусалиме были арабские и еврейские кварталы, а также общие зоны. где могли находиться и те, и другие. Не вступая в открытую борьбу, они пытались вытеснить друг друга и выяснить, кто сильнее. Проигравший должен был уйти. Они обычно брали с собой только самое необходимое, из страха попасть под обстрел снайперов. Тогда на крышах домов были снайперы, которые стреляли во все подряд. они могли выстрелить в уличную кошку, в клочок бумаги и в человека. Мы жили в смешанном районе. Лидия сказала мне, «Мы христиане, значит, конфликт между евреями и арабами нас не касается, поэтому давай останемся». Тогда мы занимали два верхних этажа в доме, а на нижнем этаже находился офис израильского предпринимателя. У него в помощниках был молодой араб, мусульманин. Сам предприниматель исчез, а молодой человек остался приглядывать за первым этажом. Однажды вечером одна из наших дочерей пошла на урок фортепиано. Уже начало темнеть. Возвращаясь домой, она увидела фургон с солдатами арабского легиона прямо напротив нашего дома. Они разговаривали с молодым арабом. Нужно сказать, что арабский легион тогда был одной из самых влиятельных вооруженных сил на Ближнем Востоке. Их обучали британцы. Теоретически они были частью службы безопасности Иерусалима. Но гарантировать безопасность для евреев они не могли. Так вот, увидев этих солдат, моя дочь сразу же поняла, что тут что-то не так. Поэтому она вошла в дом с черного входа, поднялась на наш этаж, спряталась на балконе и стала слушать, о чем они говорят. Все здание вместе с балконом сохранилось, кстати, до сих пор. Она прекрасно понимала арабский язык. Они хотели знать о людях, которые живут в нашем доме. Молодой человек отвечал, что в основном это еврейские девочки. Солдаты собирались еще вернуться и спрашивали о времени. Молодой человек сказал, «Ну, если вы придете в полночь, здесь точно никого не будет». Наша дочь поняла, что именно они замышляют. Интересно, что тогда у нас была молитвенная встреча. К нам пришел британец, полицейский, который хотел креститься Святым Духом. Лидия стала молиться на языках, а я получил толкование для ее молитвы. В ней говорилось, «Я избавил тебя от сети ловца». И как только я сказал это, в комнату влетела наша дочь, бледная как привидение. Она рассказала нам о тех солдатах, и мы поняли, что ситуация серьезная. Полицейский позвонил в участок, где ему ответили, что в полночь, возможно, в этом месте будет проходить патруль из трех полицейских — британца, еврея и араба. Но мы знали, что араб точно уж никогда не пойдет против своего народа. Было ясно, что один еврей и один британец против целого отряда арабов не имеют никаких шансов. И вот тогда мы поняли, что должны уехать. Время было семь часов вечера. Лидия приготовила небольшой ужин, но все были слишком подавлены, чтобы есть, мы сказали девочкам собрать только самые необходимые вещи. Каждая из них в первую очередь взяла свою Библию. В девять часов вечера мы вышли на темные безлюдные улицы Иерусалима. Люди не выходили так поздно, потому что боялись снайперов. Я взял нашу самую младшую дочку на руки и повел за собой остальных. Девочки шли друг за другом, а Лидия тихо закрыла дверь и пошла позади всех. Наша семья навсегда простилась с этим домом. Мы не знали куда идти, но вспомнили, что в центре Иерусалима была британская зона безопасности, окруженная высокой стеной. Однако без пропуска туда было не попасть, но больше идти нам было некуда. Полицейский сказал, что проведет нас в эту зону. Он ушел и просил нас дождаться его снаружи. Около сорока минут мы ждали его у входа. Я помню одного очень вежливого британского солдата, который уступил Лидии место. Полицейский рассказал нашу историю начальству и просил пропустить нас. В итоге он вернулся с хорошей новостью, мы могли войти внутрь. Было уже 11 часов вечера. Мы знали, что в этой зоне безопасности есть американские миссионеры из церкви Ассамблея Бога. Мы разыскали их за 15 минут. Для них эта встреча была очень неожиданной, но они приняли нас и уложили спать. На следующий день один из миссионеров отвел нас с Лидией в сторону и сказал, мы получили сообщение от мусульман, если мы продолжим принимать у себя еврейских девочек они сожгут здание. С нами несколько женщин и одна из них беременна. Мы просто не можем так рисковать, поэтому он предложил нам с Лидией остаться при условии, что девочек куда-нибудь переселят. Мы ответили, что не расстанемся с ними. Так, через 24 часа снова оказались на улицах Иерусалима. На этот раз мы отправились в британскую миссию в нейтральной зоне. Нас приняли там с добротой и радушием. Там же мы встретили Рождество 47-го года. На улице по-прежнему было небезопасно. Масштабных боев не было, но перестрелка никогда не прекращалась, поэтому мимо окон мы не проходили, а пробирались ползком. Американские миссионеры возвращались домой и нам предложили присмотреть за зданием. Мы согласились. Это была единственная надежда для нас, поэтому мы перебрались в их здание. Миссионеры продали нам разные консервированные продукты, поэтому еда у нас была. В то время еврейская часть Иерусалима находилась в осаде. Арабы перекрыли дорогу для всех конвоев, везущих запасы провизии в Иерусалим. А британская администрация была на их стороне. Арабов они не задерживали, но если попадался еврей с винтовкой, то его арестовывали, оружие отнимали. К апрелю 48 года Иерусалим был буквально истощен голодом. Я видел, как самые разные евреи, жители этого города, ходили перед нашим домом и собирали траву в надежде найти хоть что-нибудь съедобное. Людям нечем было обогревать дома, поэтому они разрывали картонные коробки и использовали их. Благодаря запасам, оставшимся от американских миссионеров, у нас не было недостатка в еде, но в середине мая в нашу дверь постучался британский офицер и предупредил, что они уходят из этой зоны. С завтрашнего дня придут евреи, и мы должны будем подчиниться их порядкам. На следующий день мы обнаружили прикрепленную к нашим дверям записку. Молодой человек представлял еврейскую военную организацию Хагана и спрашивал у нас разрешение установить в нашем саду пост. Мы согласились, потому что знали, что так или иначе они это сделают. С тех пор мы делили с ними наш сад. На следующий день, 14 мая, началась война за независимость. Тогда во всей стране не набралось бы и 600 тысяч евреев, при том, что евреи были окружены арабскими странами с общей численностью армии в 40 миллионов, оснащенной самым современным оружием. «Я британец, я был там и знаю, о чем я говорю». Я думаю, что Великобритания тогда решила, что евреи не выстоят в такой борьбе, поэтому решила поддерживать арабов. Но я на самом деле стал свидетелем настоящего Божьего чуда. Похожие чудеса описаны и в Библии. Это разные сражения в Ветхом Завете. И знаете, что произошло? 600 тысяч евреев разгромили 40 миллионов арабов. Только представьте себе, Лидия видела евреев, которые отправлялись воевать, вооружившись лишь метлой с привязанным к ней ножом. В этот раз мы стали усиленно молиться, потому что мы верили и знали, что победа, как говорит Библия, от Господа. Я не выступаю против какого-либо конкретного народа, но в тот раз мы особенно молились за то, чтобы Бог парализовал арабов. Мы понимали, что это единственный наш шанс выжить. На самом деле, власти советовали еврейским женщинам и их дочерям иметь при себе заряженный пистолет с двумя патронами и ни в коем случае не сдаваться в плен живыми. О причине, я думаю, вы догадываетесь. Мы все с вами взрослые люди, поэтому пояснять, что к чему, не считаю уместным. Мы крепко подружились с молодыми людьми и девушками из освободительной еврейской армии Хагана. Они рассказывали, мы сами не понимаем, как такое происходит. Нас меньше, мы хуже оснащены, но на поле боя мы видим, что арабы как будто парализованы. Слово в слово то, о чем мы молились. Если вы желаете получить информацию о дальнейших учениях и ресурсах, доступных в нашем служении в Великобритании, свяжитесь с нами и закажите новый гид по ресурсам нашего служения. Позвоните нам или посетите наш сайт www.dpmu.com. uk.org Также вы можете написать нам по адресу, который вы видите на экране. Мы вам рады. 56 амм. 56 амм. 56 амм. Продолжение следует...